Музыка Именно так выглядят традиционные тайские кемпы. Такими они были и 100, и 200 лет назад. Это Синбит. И здесь не так многолюдно, как в Тайгере. Как правило, сюда приходят по рекомендациям тех, кто хочет обучиться муай-тай в самобытной обстановке. Хозяин, менеджер и главный тренер этого зала – тайец Синха. На Пхукете он настоящая суперзвезда. Всего у Синха 10 именных чемпионских поясов, но он их никому не показывает, потому что не любит хвастаться. Тренировки в Синбе начинаются с традиционной разминки. Причем ученики по лагерю носятся все вместе, независимо от уровня подготовки. Это длится около получаса, и только после этого ребята разберутся по углам, где становится понятно, кто на что способен. Команду тренеров Синк подобрал под стать себе. Все они неоднократно побеждали на Лумпини и Радшадамнаэне. Не в каждом кемпе на квадратный метр приходится такое количество титулованных тренеров и обладателей всевозможных рекордов. Вот, например, Потт. Побеждал не только на обоих стадионах, но еще и за одну минуту набивает 320 ударов коленями. Его даже по местному телевидению показывают. Кстати, он специализируется на обучении технике клинча. Я постоянно беру у него урок. Этот парень способен сотворить с вами чудо уже на втором занятии. Несмотря на свой возраст, 28 лет, Потт по местным меркам считается ветераном. Тайские бойцы заканчивают свою карьеру довольно рано. Так же рано ее и начинают. За плечами каждого по 150-200 боев. Неудивительно, что травмы, которые они получают на ринге, порой их серьезно калечат. 25 лет – это самое позднее, когда они заканчивают драться. Мне пришлось закончить карьеру в 24. Подвела любовь к футболу. На одной из дворовых тренировок я сильно травмировал колено. И больше не смог выступать. Вы знаете, я очень скучаю по тому времени. Это правда, когда говорят, что все тайцы помешаны на тайском боксе. Атмосферу в кемпе не передать словами. Здесь царит такое единение, что нашим пионерским лагерям и не снилось. Кстати, сейчас весь коллектив «Синби» старается поддерживать Чая. Он самый молодой тренер в лагере, ему всего 22 года. В ближайшее время Чаю предстоит бой на стадионе Лумпини. Большое событие в жизни каждого тайского бойца. Последний месяц Чай занимается своей собственной подготовкой. Каждое утро в 6 утра он пробегает многокилометровые кроссы. Мы частенько встречаемся на пробежках. Потом Чай приходит в Синби и надолго прилипает к этой груши. Лупит ее до тех пор, пока она не становится совсем мокрой. Для каждого тайского бойца победить на Лумпини дорогого стоит. Я долго шел к этой цели. Выиграл все на этом острове. В январе 2012-го стал чемпионом на стадионе Ря Чедамная в Бангкоке. Теперь вот хочу покорить последнюю вершину. Только тогда смогу считать себя состоявшимся бойцом. Я никогда не стоял в спарринге с настоящим тайским чемпионом. И уж тем более на пике формы не вызывал его на ковер. Сам не знаю, что на меня нашло, но я предложил Чаю размяться со мной. По правде говоря, боксер из меня никакой. А дрался я сейчас чемпионом. Я его откровенно боялся. Он боялся, наверное, меня, потому что я большой. Как-то все агрессивно получилось. Ну, не мне судить. В общем, никто не пострадал, особенно учитывая мой вес. Хотя Чай пару раз вполне ощутимо достал меня перчаткой. Ну, ладно, хоть народ посмешили и развлекли. А если серьезно, то этот техничный парень достоин звания чемпиона Лумпини. Желаю ему победы. Наша история о тайском боксе будет неполной, если я вам не расскажу еще о двух замечательных парнях. Они в свое время натворили тут шороху на этом острове. Но они не тайцы. Хотите знать кто? Идемте со мной. Восемь лет назад этот брутальный мужчина приехал на остров, чтобы попробовать свои силы в тайском боксе. Попробовал и остался. Теперь Вольфганга на острове знает все, как отличного файтера. А с недавних пор он стал еще и марафонцем. Вольфу 47 лет. И он мой отличный друг. Вольф! Привет, старина! Рад видеть тебя, брат. Мне тут про тебя рассказывали, что ты бросил бокс и занялся бегом. Да нет, старина, я занимаюсь всем. Но бегать стал больше. С утра, например, я пробежал полумарафон. Это тот, который 22 километра? И какой у тебя сейчас вес? 95 килограммов. Я бежал 3 часа и 27 минут. За 3 часа и 27 минут пробежал полумарафон. Конь! Ну ладно, давай уже потренируемся. Вольф, а до Таиланда ты жил в России? Да, я прожил в России примерно 3 года. В Новосибирске? Настоящий сибиряк, обратите внимание. Иркутц, якутц. А мне нравилось. Тебе нравилось? Да, я был в Омске. Ты знаешь, это было круто. Я честно готов вернуться туда в любой момент. Великая страна, прекрасные люди. Да уж. Ну что, давай покажи свой кик. Я не случайно попросил Вольфа показать удары ногами. Именно благодаря своей технике он укладывал на местных боях всех тайцев уже спустя год, как начал заниматься муай-тай. Бил всех так, что треск стоял. Кстати, научился он всему в Синбии. Именно там в бизнесмене рассмотрели настоящий талант. Первый свой бой Вольф провел уже через месяц после того, как переступил порог кемпа. Удивительно, но объявляли его как русского. Видимо, на тренировках Вольф частенько выражался на великом и могучем. В общем, уложил он противника своим восхитительным киком в первом же раунде. Вот так-то. Сейчас Вольф не дерется, все-таки возраст. А чтобы не потерять форму, занимается бодибилдингом, кунг-фу и бегом. Каждый день по часу стоит на этом мешке, в этом небольшом кемпе и отрабатывает свои коронные удары. Помогает Вольфу вот этот загорелый француз Ким. Тоже, кстати, парень не промах. Ким. Как поживаешь, мужик? Да неплохо. Я готов. Давай. Ну что, решил показать мне свой кик? Ну что, давай, покажи, удиви. Хороший удар. Слушай, а сколько ты здесь уже? 18 лет, мужик. 18 лет. И как много у тебя было боев в Таиланде? В Таиланде более 10. И сколько раз ты проигрывал местным? Я никогда не проигрывал. У меня было больше 40 боев. Видишь, я даже сделал тату, который об этом свидетельствует. Вот 15 боев в любителях, 25 в профессионалах. Видишь, здесь 0 проигранных и здесь 0 проигранных. 8 нокаутов. Ну а каково тебе было драться с тайскими парнями? Ну, они, конечно, просто звери. Я дрался с ними и в Бангкоке, и здесь. Был один, которого я до сих пор помню. Его звали Оруно. И что, ты его выиграл? Ну я же тебе говорил, что не проиграл ни одного боя. Ну что, давай продолжим. Да у нас тут немало силы. Да этот чувак сейчас мне руку сломает. Да, Ким настоящий монстр. Выиграть у самого Оруно, двухкратного чемпиона Таиланда, серьезное достижение. Несмотря на то, что свою бойцовскую карьеру Ким закончил 10 лет назад, он по-прежнему в прекрасной форме. Один из самых техничных и зажигательных тренеров на Пхукете. К нему даже тайцы на тренировке с удовольствием ходят. Вот я и решил воспользоваться служебным положением. Да уж, неплохая разминочка перед боем. Каждую пятницу с наступлением темноты все бойцы и неравнодушные к тайскому боксу гости острова отправляются на Патонг, самый злачный район Пхукета. Именно здесь располагается стадион, на котором происходят бои. Ну вот, собственно говоря, вот так выглядит стадион, где проходят бои по тайскому боксу. Внизу это ринг. Самые крутые места считаются возле ринга, естественно, это ринг-сайд. Но люди, которые разбираются в тайском боксе, всегда садятся повыше, потому что тайцы, они очень зажигательные парни. Бывает, так облегляют ринг, что с ринг-сайда ничего не видно. Вот там в дальнем углу сидят музыканты, которые сейчас играют, и вынуждают меня так громко кричать. У меня за спиной находится раздевалка, а там дальше, где готовят спортсменов к выходу на ринг. Всегда все бои, любой вечер начинается с детских боев. Они разогревают публику, но по правде сказать, я люблю именно эту часть, вот таких отважных и таких техничных пацанов я практически нигде больше не видел. Также тут на втором этаже есть медицинский пункт, где обязательно стоят носилки, потому что периодически бойцов уносят на носилках, я сам это неоднократно видел. Ну что ж, а теперь пойдемте в раздевалку, посмотрим, как бойцы готовятся к выходу на ринг. Это парень из нашего кемпа, из Синби, сегодня показывал мне, как бить круговой удар ногой, сейчас готовятся к бою. Вот так вот, дитё, жующее конфетку, сейчас пойдет и будет рубиться на ринге по всем правилам суровому ай-тай. Для нас картина, мягко скажем, малопривычная, но в Таиланде этим никого не удивишь. Этот парнишка по местным меркам в самом расцвете сил. Ему 13 лет. Начинаются поединки сразу после того, как отзвучит гимн Таиланда. Пока соперники исполняют ритуальный танец вайкру, ушлые букмекеры принимают ставки. Без этого не обходятся даже детские бои. Впрочем, есть у этого и положительный момент. Победителю достается часть тех денег, которые на него поставили разгоряченные зрители. Именно так тайские мальчишки зарабатывают свои первые серьезные деньги. После детских боев на ринг выходят дамы. И я вам хочу сказать, активность среди букмекеров сразу заметно повышается. Дерутся девушки из разных стран и самых различных возрастов. От 16 лет до 50. Да, были и такие случаи. Ну а я пойду, проведуя перед боем вот эту девушку. Ее зовут Джастин, и она тоже тренируется в Синби. Своих надо поддерживать. А это твой первый бой? Да нет, я в четвертый раз дерусь по правилам муай-тай. До этого участвовала в боях по ММА, боксу, кикбоксингу и джиу-джитсу. Ничего себе, здорово. А ты сама откуда? Я американка. Ну а вообще-то я родилась в Санкт-Петербурге. Ты русская? Да, Аронка. Ребята, она русская, она родилась в Санкт-Петербурге, просто вылазла в Америке. Знай наши девочки. Кстати, я хочу вам кое-что показать. Вот это да, ребят. Мы столько времени провели в одном зале, а Джастин только сейчас решилась рассказать о себе и своих русских корнях. Удивительно. Ну что ж, не будем мешать нашей землячке, ей пора готовиться к бою. Кстати, женские бои стали частью программы на тайских стадионах относительно недавно, лишь с конца 90-х. И то поначалу дело шло со скрипом. По древним тайским поверьям считалось, что присутствие на боях женщины могло разгневать духов и навести на ринг порчу. Современные тайцы от этих предосудков избавили. Я много раз высказывал свое мнение о женских боях, но не считаю я правильным, когда девушки выходят в ринг и начинают бить друг другу лица. Но как только Джастин принялась за дело, челюсть у меня отвисла, будь здоров. Остается только посочувствовать бедной тайской девушке, которой не повезло стать соперницей нашей Джастин. Я уверен, эти пять раундов для нее стали настоящим испытанием. Думаю, вы догадались, что рожденная в России одержала победу в этот вечер. Кстати, пятую подряд. Я много думал над тем, почему тайцы так охотно делятся своими знаниями, почему тайским боксом живет здесь все вокруг. А потом вспомнил, ведьму ай-тай с тайского переводится как поединок свободных. Эта независимая нация глубоко уверена в том, что каждый имеет право прочувствовать на собственном опыте, что же это такое, дух свободы. Теперь ваша очередь. Но для начала просто. Встаньте с дивана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...